Добрый день, дорогие подписчики и гости этого канала. В этом видеоролике я покажу вам свой процесс рисования анимированных спрайтов для 2D игр. Видео будет несколько, поэтому подписывайтесь сразу на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну, а теперь приступим. И начну я с того, что переключу оформление фотошопа на свое собственное, специально созданное для рисования в стиле пиксель-арта. О том, как настроить фотошоп для рисования в пиксель-арте, я сделал целое отдельное видео. Так что в этом видео я практически не буду уделять внимания различным настройкам и мелочам. Я буду делать спрайт существа и впишу его в рамки примерно 256 на 256 пикселей. А сам спрайт буду создавать специально для собственного проекта Iron The Saga, о котором пока особо ничего не рассказываю, но оно и к лучшему. А похоже, этот спрайт будет примерно на вот это существо. А на этой картинке можно даже отследить процесс его создания. Если кому интересно, посмотрите всю статью по этой ссылке, а я ее выложу в описании. Так как я буду создавать спрайт уже для практически готового стиля игры, то я открою кое-какой файл. В этом файле содержится большая часть графики, которая уже отрисована для игры. Здесь можно заметить как персонажи, так и игровые элементы, платформы и, конечно же, самого этого монстрика. Отсюда мне понадобится цвет фона, так как он у нас будет основным. И, пожалуй, я еще возьму кусочек платформы. Вот так, допустим, вот эту. И, что-то кажется, я сделал слишком большой размер, а уменьшу размер холста в два раза. Отлично. Сейчас у меня 128 на 128 пикселей. А я заодно скопировал еще самого вот этого полуносорога. Полу, сам не знаю кого, если честно. А я еще не придумал описание данного персонажа. Отлично. Подготовительный этап уже пройден. На самом деле, даже такой большой холст нам не понадобится. А сам вот этот персонаж вписан в рамки 48 на 48 пикселей. Но, чтобы так сильно просто не ограничиваться, чтобы был хоть какой-то простор, а такой размах для анимации, я делал всегда такой вот размер побольше. Так, теперь я отключаю этого монстрика и просто делаю обычную кисть с включенной динамикой формы и с передачей. Точнее, я ошибаюсь. А динамика формы на самом деле выключена. Просто галочка стоит. Все, все. Один пиксель, но действует прозрачность. Для скетчинга это очень удобно. А теперь, что нужно делать. Для начала я как бы рисую вот такую вот линию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И так, когда общий скетч готов, я делаю его менее видимым, то есть просто сбавляю его прозрачность, а сделать это можно как в заливке, так и просто в непрозрачности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА